Наглядный пример кровли. Хочу продемонстрировать. Кровли. То есть в крыше кровли вся в дырах. Далее сделали нам чудесную канализацию, вывели на крышу как положено, все как положено. Но при этом оставив дыру в кровли и прекрасным образом ее закрепив. Вот эта канализация у нас такая чудесная. Я могу ее вытащить, посмотреть. Это вот так нынче строят по всем ГОСТам. Пожалуйста, это ГОСТ. По ГОСТу все сделано, это все прекрасная канализация. Я не знаю для чего и как это сделано с учетом на дурака, но это не канализация и не кровля. Представляете, когда снег шел, снегопады все эти перед весной, не было вот этих вот. На коньке должен устанавливаться из металла, то есть лист, чтобы все эти щели заделать, коньковую щель. Все это отсутствовало. Здесь вот на этих местах были сугробы двухметровой высоты. То есть мы их удаляли в срочном порядке, если бы они начали таять, нас бы всех утопило. Вы прям сами выходили с жителями и... А кто? А здесь никого нету, подрядчик не приходит на работу. Вот эта батарея, это начало, самое капремонта нашего дома. Приехал подрядчик, срезал батарею. Мы думаем, ну сейчас начнется. Началось, то есть вот мы батарею уже задыши ее. А как? Отапливается? Никакая. Вот у нас стопило подвал из-за халатности нашего ЖКХ. Вот это вот щит, он весь уже гнить начал. Я туда даже не хочу смотреть, могу приобретать. Там нам ярким подарем светить. Там прям видно, нижняя часть всех предохранителей, она гнилая. То есть вот там еще замкнет, это все сгорит. Мне казалось, в 21 веке такого уже не бывает. А вот представь себе. В центре города. Помойка. А это все оставили люди, которые делают капремонт? Да, да. Это вот обедевые столы тут у нас, спальники вам, пожалуйста, матрасы. Тут мы спим, видимо, я не знаю. Все, Николай, все исчезли, понимаете, как мы начали в прокуратуру письма писать. Если не дай бог прокурор придет увидеть спящих узбеков тут в подвале, то что, думаете, будет подрядная организация? Вот, пожалуйста, все бежит. Подвал тонет потихоньку. Они сделали ремонт, и вот она бежит, эта труба. Все сгнило, все вентили, все гнилое. Трубы слоятся вон по нижней части. То есть все это сгнило. А эти трубы они сделали, тут вообще стандартно загрязали. Трубы, они как должны располагаться, вот она идет в бойдерной, она должна идти на подъем. Спусков вот таких, как там, быть не должно. Потому что, объясняю следующую, в этом месте будет скапливаться воздух, который будет уже не стравить. Если его не стравить, отопительная система не заработает. Это разрушители, это не капремонт. Это программа разрушения домов в России, а не капремонтов.